друзья всем привет на готовил я свою тачку для отъема поросят будем забирать поросят от свиноматки сейчас я вам их покажу и взвесим также купил я плитку плитка двух размеров вот эта часть 18 на 18 вот эта часть 15 на 15 спрашивали плитка скользкая плитка новая советская шершавая вообще не скользкая это я хочу этой плитки положить центральный проход в сарае я ну я для этого и делал заливку центрального прохода чисто из раствора подготовку под плитку и наконец-то поискал поискал нашел потому что плитка более-менее такая не скользкая в районе 150 200 гривен за квадратный метр а это я взял за просили 2 гривна за штучку я второвался сказал все заберу по одной гривне за штучку это пойдет у меня на пол то есть вот это шершавое это пойдет на пол а это пойдет клетки облажу как ни крути как не верти ну по цене она очень приемлемо и я сделай то что и хотел также я на готовил ящик на готовил весы чтобы взвесить поросят тех которых сейчас заберем в той свиноматки у 33 дня им поросятам 33 дня и взвесим поросят итальянцев им сегодня ровно 60 дней от рождения вот я на готовил для новой партии прикрутил туда кормушечку для корма предстартового и итальянцы у нас тоже уже подтянулись итальянцы такая у них кормушка корм постоянно есть битвы драки за корм нету то есть кормушки хватает я их сначала там поднял в этой клетке на маленькие кормушки потом перегнал где большая кормушка то есть итальянцы получается ровно 60 дней от рождения итальянцам сейчас еще пару недель и они сюда в клетку не влезут уже надо будет переводить в обычный сарай взвесим итальянцев ровно в 60 дней посмотрим будет у них 18-20 килограмм это если так в пределах нормы должно быть хотя бы 18-20 килограмм ну а там узнаем сколько же на самом деле в итальянцев в 60 дней вес и также наш аматор аматор все нормально поносы прекратились и больничка сильно пошла больничка в росте это два больных сюда перекинул до приезжих до аматора и вероники то есть все нормально аматор все пошел в рост сейчас уже более-менее нормально качи 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 тоже начал вес и аматор уже обогнал вот эту свинку свою сестру ну а эти пошли в больничка не пускай пока тут а именно 4 место хватает короче вот такая у нас задача взвесить этих 60 дней и взвесить этих в 33 дня 33 дня от рождения сейчас я вам их покажу ну а потом позже зайдем в тот сарай там ровно четыре месяца от кормочным поросятам ровно четыре месяца от рождения тоже вам их покажу вот эти поросята я уже им предстарт не насыпал думаю не буду они доели вчера вечером насыпал и много два таких ковшика смотрю съели ну что съели что выкинули то есть будем забирать я в основном забираю на 33 дня но ой на 30 дней но сегодня 33 дня им заберу сегодня чуть-чуть передержал на три дня почему потому что думаю заберу в среду чтоб она примерно загуляла не на выходные дни чтобы загуляла в будние дни чтоб я мог купить семя дозу вот такие вот пироги вот такие вот поросята сейчас будем их тоже как-то вылавливать их еще я сам самому их поймать очень тяжело это надо бегать вокруг они вокруг вот так вот бегает их догнать очень тяжело но я сам как-то их половлю и взвесим перекинем в ту клетку короче а так и также у нас по этой свиноматки я ее раз покрывал прошел 21 день она загуляла второй раз покрыли два раза прошел 21 день она загуляла и не знаю что делать дальше это повод этой крыкливой свиноматки так вроде бы все более-менее нормально так все более-менее нормально вот здесь я хочу центральный проход от этот весь положите из этой плитки центральный проход я хочу положить и хочу с этой же плитки положить вот эти вот канавки как у меня в маленьком сарай ну посмотрим положу вот это все а потом положить еще две клетки первую вторую двух сторон тоже с этой же плитки еще плитка останется там на второй сарай тоже положу также сам сейчас короче буду загонять сюда тачку и забирать сюда отсюда поросят анфисы я уже дал сегодня корма немного чтоб у нее молоко перегорала и анфису тоже будем переводить в другую свободную клетку на вольный выгул а сюда ставить ну любой другой станок свиноматку которая ближе к опоросу короче а так ну я думаю килограмм по 12 у них будет минимум это как на глаз а сейчас посмотрим будут или не будет это уже будем посмотреть то есть они все одинаковые может там плюс минус 200 300 грамм ну а так в принципе все одинаковые и взвесим узнаем какой вес он загуляла вчера стояла хорошо может и сейчас стоит я даже уже не проверял покрывать ее не буду пока что короче а так все забираю тачку и туда к весам забирать буду за два раза по их там 8 штук по 4 по 4 штуки за раз потому что они большие это не маленькие поросят а большие их надо поделить пополам же в тачку лазили и взвесим и туда будем перекидывать и потом весим итальянцев так друзья первых четырех я забрал еле половину тех четырех еще хуже будет ловить выставляем веса на 0 вот они по 4 сейчас еще ходку 4 ну нам главное взвесить эту первую партия потом сама у неудобно конечно я сам жена на работе малой но на учебе 0 и ставим ящик так шоу мы никак не станет и по ровно но так ящик сбиваем на нули вот друзья ящик отталил нули и будем взвешивать это хороша там 33 дня как родились возле свиномат ну да я не ошибался думал меньше 33 дня 13 400 друзья не получилось всех взвесить или вернее половину села камера короче перевелся остальных я 2 взвешивал думаю камера включенная она выключена ну короче получается плюс минус там 450 грамм они примерно одинаково мы взвешивали он того пятнистого вроде бы но если побольше варианты вот вот больше того может даже 15 вот этом я думаю больше да короче вот получается в 33 дня такой вес возле свиноматки это с пред стартом я их все время давал пред старт старался чем можно раньше чтоб они ели подсыпал подсыпал мудохался ну вот и результат пред старт свиноматка ну и хорошая генетика все я перевел сейчас им насыплю туда пред старта пускай дальше продолжает пред старт просто посмотрите какая вот поросятам 33 дня от рождения а вот поросятам ровно 60 дней такие вот те будут я так для для понимания для общего понимания от 33 дня поросята а вот ровно 60 то есть даже 27 дней от 27 дней какой дали эффект какой дали результат и сейчас весим этих до бурбышка но этих я не помню сколько от этим больнички они же болели долго в росте стояли но сейчас пошли но это мне месячных привезли им сейчас уже сколько месяца полтора на иначе трошки больше короче вот так это больничка пускай тут а я их потом сарай перекинул свободный станок за городу свободных короче что начинаем взвешивать какой же вес этот вес мы узнали в 33 дня и узнаем сейчас вес ровно в шестьдесят дней сегодня двадцатая этим ровно шестьдесят дней это итальянцы должен был забрать их итальянец еще писал мне ты смотри там не подведи я думаю ты парень нормальный и в итоге и в итоге вышло как и вышло но я очень рад у меня теперь много поросят на откормки более живой вес растет кормить есть чем и так дальше будем взвешивать тех до буря сейчас ставим так само оттариваем так друзья ну ставим на тару вот запыхался пока этих поросят половил вот таро нули так и оставляю камеру и пойду по итальянцев 60 дней взвесим одного чтоб сильно их не стресса гонить так а я и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Двадцать пять восемьсот сорок Ну грубо говоря Двадцать шесть килограмм Вот шестьдесят дней От рождения Результат неплохой, но может быть и лучше К чему и стремимся Ну вот Сейчас еще месяц Я его уже физически не смогу поднять Да, потягать их Дело не из легких Сейчас этим дадим Все без мамки Сами Вот теперь сами Стоят на Сами на путь На взрослую жизнь Так и вот эти Ну видите, они все одинаковые Там плюс-минус Я же говорю, может есть килограмм А так нету тут чахнотиков Удотиков И так дальше Вот вам итальянцы Шестьдесят дней Так же чем я кормлю, друзья Сейчас покажу чем я кормлю И чем подкармливаю Тоже покажу И покажу вам сейчас Это им ровно сегодня Двадцатая И получается не 20 июня А пород был Двадцатая Июля Двадцатая Августа Два месяца Двадцатая Сентября Три Двадцатая Октября Четыре месяца Сейчас тех покажу Четыре месяца Вот, друзья Вот эти Четырехмесячные Пучи-пучи-пучи Пучи-пучи-пучи Вот, сегодня ровно Четыре месяца Это новогодние Давай, туда Давай Это новогодние Думаю, будут все Восемь штук этих И те два дюрка В том сарае Это десяток Праздникам пойдет Короче, вот так Все они мясные Да Корм у них Постоянно В кормушке есть Соломы накидали Надо сейчас Насыпать Ну, стараюсь Чтоб корм Постоянно был И всю А что тут Убирай Каждый день Чтоб не сильно Тут мокро Грязно было И Они в уголок В тот ходят Всегда все ходили В тот угол Не знаю Эти-то партия Ходят Противоположные Наверх А внизу спят Ну Это ж такое дело Вот, друзья Вот так выглядят Четыре месяца От рождения Эти были У два Месяца В шестьдесят дней Я как сейчас Помню Я их взвешивал У них был вес Двадцать килограмм Шестьсот грамм У этих То есть Судя по всему Те все Итальянцы И те другие Которых мы только что Забрали От свиноматки Они пойдут Еще лучше Эти То есть Это эти Были Такой Ну там Много нюансов Почему вес был Меньше Ну Как бы Не будем Заморачиваться Но Бывает Нормально И то Двадцать килограмм У два месяца Это очень Даже неплохо Восемнадцать Двадцать килограмм У шестьсот дней Это более-менее нормально Да Хорошо Когда Вот как сейчас Двадцать пять Двадцать шесть А то и тридцать А то есть Даже показывают И тридцать Один Это очень хорошо Ну я же говорю Есть к чему стремиться Поэтому как бы Не заморачиваемся Ну какой есть вес Такой есть Но Я вам скажу Ни от какой Это таблица Не зависит Ни от какой Это Там допустим Вот мой рацион Кормления И так дальше Это все Полная Херня Если свиньи Нормальные Поросята Тоже нормальные Они будут расти Есть Говорят Что нет Плохих свиней Ну я с этим Не согласен Нет плохих свиней Так поедь Купи тогда На базар У бабы Мани Непонятно Что Трехмесячное Оно выглядит Как месячное Поэтому Умников Много То знаете Нет плохих свиней Есть плохие свиноводы То Как бы Не все Оно так гладко Как рассказывают Если у вас Более менее Нормальные Свиноматки Кроете Нормальным Нормальной Семя дозой У вас Соответственно И поросята Хорошие Будут При отъеме Вот так Друзья Это что мы Забирали Поросят Это она Первая охотка Это у нее Первый опорос И оставляем Ее дальше Посмотрим Думаю Что дальше Она тоже нормально Будет крыться И дальше Нормально Пороситься Поэтому Вот так Друзья И показываю Чем кормлю Мой рацион Кормления Мои Методы Таблицы И так дальше Все показываю В конце видео Кто дождался Показываю Чтоб понимали Чем я кормлю Что у меня Такие результаты Я бы не сказал Что это самый большой Результат Даже 4-х месячных Да они неплохие Это им получается 20 ноября Будет 5 месяцев От рождения Ну я вижу Что очень хорошие Будут К декабрю К концу декабря Ну скажем так 20 декабря Это им будет 20 декабря 6 месяцев Будут Довольно Такие Неплохие Нормальные На Мясо По голове Все они Мясные Видим По заткам Видим По всем Признакам Что они От петрена От моего Хряка Каштана Поэтому они По любому Форма у них Более-менее Похожа На каштана Ну короче Кормим Занимаемся А потом Может быть Взвесим Когда будем Убирать на мясо Я бы сейчас Взвесил Кого-нибудь Из них Но я просто Уже физически Его не вытяну И в ящик Не вкину Надо вдвоем Заману Вот Вот этого Но у него Уже длина Метр Может даже Больше То есть Они какие-то Длинные Кажется худоватые Но на самом деле Кто в длину Пошел А вот Как есть вариант Эти Не такой длинный Но вширь Пошел Это так Само А есть Длинные Вот Вот Этот Длинный Тот Длинный Тот Они в длину Эти Круглые Стали А те В длину Пошли Ну то есть Что так Что так Вес Прибавляется И вес Неплохой Сейчас Друзья Покажу Чем Кормлю Вот Друзья Мой Кормовой Вагончик Что я делал Ремонт Из сани Летом Сюда Я Насыпью Засыпал Зерноотходы Которые Я покупал И так Они Есть Да Зерноотходы Были У нас Получается Вот Той Кучей Ну Почти До Конца Окна Это Уже Сколько Нет Ну Правда Уже Август Сентябрь И Октябрь Вот Чем Кормлю Друзья Чем Кормлю Поросят Маленьких Пред Стартом Которые Называются Водовага Гранула Пред Старт А вот Старт 25% То есть Получается Получается У меня Нету Ни Кукурузы Ни Ячменя Был Ячмень Отходы Ячменя Но я Все Поддавал Большим Ну Свиноматками Хряку Уже Закончился Сейчас У меня Только Пшеничные Вот эти Отходы Зерно Отходы Зернобой Зерно Отходы Они Ну да Грязноватые Вот такая Вот Шоуха Ну Она то Сверху Только так И вот Видите Ну Грязноватые Вот Видно Что грязные Да Ну По цене Они мне вышли По моему Я брал По 4 Вот Эту Партию По 4 Ну Если Еще Брал Дешевле 4 Это В другом Месте То Да И то Я еще Даже Не трогал Позже Начну Когда Это Все Закончится Что Я делаю Я делаю Получается Стартовое БМВД 25 Процентов Ну К примеру Сейчас Я даю Я так Кратко 10 Три Части То Из 30 Килограмм Даю Пшеничных Отходов Подробил Все Пропустил Через Крупорожку Вот как у меня Даю 30 Килограмм Вот этого И 10 Килограмм БМВД Старта Для Поросят Вот так Перед Перед Тем Как давать ПМВД Старт Они У меня При Свиноматке Потихоньку Потихоньку Там С 10 Или Раньше Дня Уже Начинали По чуть Чуть Еле Еле Предстарт Употреблять Ну А уже С 20 Дня Хорошо Они Начали Предстарт Кушать А С 25 Еще Лучше Ну То Сейчас Они Хорошо Едят Только Один Предстарт Сейчас Я буду Предстарт Мешать Тех Что Забрал Поросят Со Стартом И По чуть Чуть Давать Чтоб Не Было Резких Скачков В Кормлении Поносов И так Дальше Вот Чем Я Кормлю Нет У меня Никаких Пока Рационов Кучу Наименований И так Дальше Просто Стартовое БМВД И Зерно Отходы И Все Это Хорошо Что Еще Зерно Отходы Потому Что Они Дешевле Отрубей Раньше Были Только В Утробе Ну Мало Кто Верит Но Верят Не Верят Я Доволен Так Доказывать Мне Смысла Нет Зачем Мне Распинаться Кричать Вот Без Грануляторов Простые Зерно Отходы Без Каких Либо Там Супер Пупер Рецептов Вот Чем Кормлю Вот Такие Поросят Не Зная Хороший Результат Не Хороший Считаю Более Менее Нормальный Ну А Там Может У кого-то Из вас Лучше Намного То Ну Я же говорю Есть К чему Стремиться Есть Результаты Лучше Ну Не Все Сразу Поэтому Вот Так Друзья Всех Кто Смотрел Видео Спасибо Рекомендую БМВД Водолага Номер 0 95 24 4 4 4 66 Юрий Фармагра Находится На заводе И он Вам Отправит Кому Надо Звоните Он Непосредственно Занимается Реализацией Мы Знаем Что Мы Туда Кладем Кто-то Скажет Да Каждая Жаба Хвалит Своё Болото Вот Именно Своё Которое Делает А не Чужое А то Одни Вот Вот Это Хорошая То Ты Его Делал Что Знаешь Что Оно Хорошая Та Не Ну Говорят А это Мы Делаем И Делаем Для Себя И Для Тех Кто Ним Пользуется Так Что Думайте Сами Решайте Сами Быть Или Непыть Пока Продолжение следует Продолжение следует